Добрый день, уважаемые зрители. У нас сегодня в гостях известный российский эксперт Николай Силаев. Добрый день, Николай. Добрый день. Вот сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян заявил об определенном регрессе в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном. Об этом намекнул, ну не намекнул, сказал так и секретарь Совбеза Армении Армень Григориан. По-вашему, с чем связан вот этот регресс, хотя стороны вроде заявляют с одной стороны о прогрессе, о готовности заключить мирный договор, но при этом мы видим, что есть какие-то проблемы и договор все время не подписывается, переносится как бы. Я думаю, что любой внешний наблюдатель, который будет судить о том, есть ли прогресс или есть ли регресс и вообще что происходит, будет судить в первую очередь, исходя из собственных содержаний переговоров о тексте мирного соглашения. Текст этот внешним наблюдателям неизвестен, как неизвестны то, какие именно дискуссии идут в ходе переговоров, поэтому единственные надежные данные, на которые мы можем опираться, это тот факт, что договор еще не подписан. Есть ли прогресс или есть ли регресс, здесь мы полностью полагаемся на слова тех лиц, которые участвуют в переговорах. И никакого способа оценить эти слова объективно у нас нет. Ну, очевидно, что если договор до сих пор не подписан, если на публику не вынесены какие-то, может быть, еще не подписаны, но уже достигнуты договоренности, это значит, что переговоры, по крайней мере, буксуют. Собственно, ничего нового здесь и нет. Переговоры в таком состоянии уже давно. Да, раунды переговоров перемежаются раундами силового давления на Армению со стороны Азербайджана. И, конечно, есть риск, что это дурная закономерность, не хочется это называть закономерностью, но дурная последовательность продолжится. Такой риск есть. Я бы предположил, что еще стороны не могут прийти к согласию по поводу того, где, собственно, подписывать мирный договор, подписывать его напрямую между Арменией и Азербайджаном, или выбирать какую-то международную площадку, зарубежную площадку, на которую этот договор будет подписан. Понятно, что в таком случае лавры миротворцы остаются организатору таких переговоров и подписаний. А это не приведет к угрозе того, что вот та сторона, при последствии которой заключат мирный договор, а многие, должен сказать, что в Армении очень скептически к этому относятся, что это будет реальный мирный договор, обеспечит реальный мир, вместо такого лавров миротворцы получат полный негатив, минимум со стороны общества или элит даже одной страны. А в данном случае речь не идет о негативе, негативном или позитивном отношении со стороны общества или элит, а речь идет о международном престиже. Страна, которая добилась заключения мирного договора между странами, которые давно вырешивали, тем самым повышает свой авторитет в глазах других участников международного сообщества. Хотя, конечно, от того, в чем будет содержание мирного договора, много зависит в том плане, как он будет оцениваться и в Армении, в Азербайджане. Вот смотрите, на одну вещь хотел обратить внимание. Раньше как бы главным камнем преткновения в переговорном процессе был вопрос статуса Нагорного Карабаха и связаны с ним вопросы. Ну, после сентября мы видим, что фактически Азербайджан с силой закрыл этот вопрос, армянские власти с этим согласны. И да, можно сказать, такие международные акторы тоже как бы уже это приняли и согласны с этим. Но мы видим, что даже после этого Азербайджан каждый раз, когда уже стороны фактически готовы, а власти Армении, мы все знаем, взяли такой курс «Мир любой ценой», но мы видим, что каждый раз Азербайджан выдвигает какие-то новые условия, как будто он не очень-то и заинтересован вот именно в бумажном оформлении вот этого переговорного процесса, результатов переговорного процесса. И в этой связи, например, я хочу заметить, что недавно несколько оппозиционных депутатов Армении ознакомились вот с текстом того мирного соглашения, вокруг которого ведут стороны переговоры. И понятно, что из-за того, что они там подписались, они разглашение не могут все детали сказать, но в публичных своих выступлениях они заявляют, что, во-первых, это не мир, а лишь закрепление со стороны Азербайджана тех, там, результатов своей агрессии против Карабаха. И самое главное, они считают, что фактически именно этим мирным договором Азербайджан создает себе основание, если он будет подписан, да, для будущих агрессий уже против Армении. Это имеет вопросы в возвращении беженцев и ряд других вопросов. Вот хочется узнать ваше мнение, вот с чем связано вот то, то, что стороны все время как бы Баку какие-то новые условия выдвигают, которые даже при готовности армянской стороны к серьезным уступкам не дают возможности подписать этот мирный договор. Айк, то, что вы мне сейчас изложили, это интерпретация документа, который я не видел. Интерпретация документа людьми, очевидно, заинтересованными. Это не значит, что они его интерпретируют неверно, значит, что есть только вот эта интерпретация. Что касается новых требований Баку, если бы у нас была надежная информация о том, какие требования это были два года назад, какие это требования были год назад и какие сейчас, можно было бы говорить об их ужесточении или об их смягчении. Я сейчас просто не берусь судить о том, ужесточает Баку свои требования или не ужесточает. Договор будет содержать в себе то, что армянские оппозиционные депутаты называли закреплением результатов агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха. В любом случае, просто в силу того, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана с Карабахом в составе Азербайджана. Это как-то переиграть сейчас очень сложно и никакого намерения это поменять. Сейчас стороны Армении не видно. Что касается темы возвращения беженцев. Это очень интересный вопрос. Но дело в том, что сам этот принцип возвращения беженцев, как элемент мирного договора, работает на самом деле в обе стороны. Потому что многие армяне покинули Азербайджан, как известно. Многие азербайджанцы покинули Армению. Армянское население покинуло Нагорный Карабах. Вот на всех этих людей, на тех армян, которые жили в Баку, например, или на тех, которые жили до недавнего времени в Нагорном Карабахе, этот принцип возвращения беженцев распространяется или нет. Ну вот, кстати, интересный момент, что как раз эта тема не обсуждается. Возвращение армян не просто даже в Нагорный Карабах, а даже в Азербайджан. Вы упомянули Баку, Кировабад, нынешнюю Генджу. Но с азербайджанской стороны вот эта тема активно продвигается. И что самое главное, да, вот перед главным процессом, эта тема называется, вот этот вопрос в их интерпретации, это не возращение азербайджанцев на территорию Армении, где они жили в советское время, а возращение азербайджанцев в Западный Азербайджан. Вот недавно было заявление правящей фракции азербайджанского парламента, поэтому эта тема активно раскручивается. Вот в этом контексте интересно, что как бы в понимании Баку, правящей элиты Азербайджана, это не просто азербайджанцы возвращаются в Армению, они возвращаются на территорию Западного Азербайджана. И мне кажется, вот это мое личное мнение, что вот армянские оппозиционные депутаты как раз это имели в виду, упоминая те опасности, которые вот нынешнее соглашение может содержать уже для будущих поколений, для безопасности Армении в будущем. Я согласен с вами, такая риторика действительно не способствует миру, но мы сейчас с вами рискуем уйти в интерпретацию интерпретации, в интерпретацию той интерпретации текста мирного договора, который под условия неразглашения посмотрели оппозиционные депутаты. И сейчас мы с вами гадаем, а что они имели в виду, когда они говорили об опасности пункта возвращения беженцев. К сожалению, есть еще одна сторона того, что происходит, и она, на мой взгляд, касается сейчас в большей степени Азербайджана, в меньшей степени Армении. Раньше было наоборот. В большей степени это касалось, наверное, Армении. Я начну издалека. А каково видение мира в Армении? Есть ли какое-то представление, не обязательно официальное, не обязательно высказанное на официальном уровне, может быть вообще оспариваемое. Но есть ли какое-то представление или представление я о том, как должен выглядеть мир? Вот то, что предлагается, говорят оппозиционные депутаты, это плохой мир. Или вовсе не мир. А как должен выглядеть мир? И здесь возникает следующий вопрос. Дело в том, что исторически обе стороны стремились к тому и стремятся, по крайней мере, то, что касается Азербайджана сейчас, к тому, чтобы обеспечить такое силовое доминирование над противоположной стороной, которая делала, что ли, необязательный переговор. Ведь тут, пожалуйста, ну, воспримите мои слова, я постараюсь высказаться максимально дипломатично, ведь, ну, в Армении в свое время было крайне непопулярно даже обсуждение возврата территории вокруг бывшей Нагорно-Тарабахской автономной области, Азербайджан. Ну, я должен заметить, Николай, что в Казани Серж Сарксян был готов подписать, и в Казани именно Азербайджан отказался подписывать. И Сержа Сарксяна, кстати, очень много критиковали в Армении за то, что он был готов как раз на урегулирование по принципу территории в обмен на статус. Да, вот я говорю как раз о тех, кто его критиковал. Я говорю как раз о тех, кто его критиковал. Потому что логика была у значительной части политического класса совершенно иная, что нужно обеспечить, что обеспечить силовое доминирование и не делать вовсе никаких уступок. А вот сейчас, сейчас, после 20-го, особенно после 23-го года, в ту же логику, к той же логике обращается и Азербайджан. Что силовое доминирование обеспечено, а дальше мир должен быть достигнут исключительно на условиях Азербайджана. И любые... И поэтому, кстати, возникает вот эта тема, возникла эта тема западного Азербайджана, потому что для Баку это способ такого риторического, дипломатического, политического давления на Армению. А вот если вы не согласитесь с тем, что мы предлагаем, мы сейчас вас объявим западным Азербайджаном и заявим там неофициальные, но все-таки символические, но претензии на всю территорию Армении. Это логика силового доминирования, которая вот однажды достигнута в какой-то момент, и с тех пор вся забота только о том, как это доминирование сохранить навсегда, как сохранить навсегда его результат. И на самом деле все равно нужно будет искать какие-то дипломатические шаги, нужно будет делать какие-то взаимные уступки. Это очень важно, взаимные уступки. И нужно будет переходить вот от этой логики противоборства к логике договоренности. Договоренности при этом не означают любовь и дружбу обязательно, но они означают готовность обеспечивать свои интересы какими-то другими средствами, кроме силовых. Вот как раз продолжение того, что вы сказали. Вот такое давление Баку на армянскую сторону в переговорном процессе, попытка получить все и сразу. Это не создает угрозу того, что результат будет совершенно другим? Я не говорю сейчас про политику нынешних властей Армении, а в целом, что в итоге это усилие древаншистские настроения в Армении, и вместо прекращения конфликта как бы даст новый толчок, новый виток конфликта в будущем уже. Я считаю, что вы совершенно правы. Я считаю, что вы совершенно правы. Это именно так и будет. И так бывает всегда и везде. И ничего, в общем, удивительного в этом прогнозе нет. А любое, почти любое силовое доминирование, эта штука относительная, и эта штука приходящая. Да, его можно поддерживать, его можно поддерживать в течение того длительного времени, но если оно не подкреплено дипломатическими инструментами, если оно не обеспечено международными правовыми гарантиями, то рано или поздно все может перевернуться в обратную сторону. Другое дело, что, на мой взгляд, сейчас, да на самом деле не только сейчас, всегда для Армении тоже важно не увлечься тем, чтобы ждать реванш когда-то в будущем. ничего не делая сейчас. Потому что, действительно, в Армении иногда мне приходилось слышать такое мнение, что, ну, Азербайджан – это нефтяная диктатура, нефть закончится, газ закончится, и вот тогда-то мы вернемся. Я не уверен, что это вполне разумный расчет. Вы уже сказали о том, что надо сейчас делать. Я бы хотел от темы переговоров армяно-азербайджанских отношений перейти все-таки и к другой важной теме – армяно-российских отношений. Вот я уже упомянул интервью секретаря Совбеза Армении. Он там в очередной раз отметился и такими заявлениями, что мы от ОДКБ, Армения от ОДКБ уже ничего не ожидает. Мы видели декабрьский визит Николы Пашняна в Санкт-Петербург, который, игнорируя мероприятия в рамках ОДКБ, приехал на мероприятие в рамках ЕАЭС. Но, опять же, там несколько раз в своем выступлении подчеркнул, что ЕАЭС должен заниматься только экономикой, никакой политики или геополитики в ЕАЭС не должно быть. Вот, по-вашему, с учетом вот подобных подходов армянской стороны, куда двигаются армяно-российские отношения? Еще один момент хотел бы добавить. Вот очень интересный момент, что фактически позиции армянских властей, они надеются на то, что, как бы пересматривая отношения в сфере политики, союзные отношения с Россией в сфере политики, они надеются, что им все-таки удастся сохранить очень выгодные для Армении отношения в сфере экономики, от которой армянская экономика получает очень большую выгоду. Вот я вот прошу ваше мнение, вот куда двигаются армяно-российские отношения и удастся ли вот, оправдаются ли эти, могут ли оправдаться надежды армянских властей, что, изменив отношения с Россией в сфере политики, оставить на высоком хорошем уровне отношения в сфере экономики? Вот этот питерский визит Никола Пашиняна породил в России, ну, у некоторых наблюдателей оптимистичное ожидание, что, по крайней мере, тенденция к ухудшению отношений между Москвой и Ереваном, если не переломлена, то замедленно. Вот интервью Григоряна, к сожалению, показывает, что это не так, что руководство Армении, или, по крайней мере, значительная часть руководства Армении продолжает вот этот курс на то, чтобы отношения с Россией испортить. В первую очередь, испортить их в политической сфере. Что касается того, что ЕС должен заниматься экономикой, так он экономикой не занимается. Там никаких геополитических вещей в повестке нет. Для меня по-прежнему загадка, что, в чем заключается стратегия власти Армении. Ясно, что весь политический опыт значительной части руководства подталкивает эмоционально, подталкивает их к тому, чтобы с Россией порвать. Также совершенно непонятно, что они от этого выиграют. Они могут, наверное, в теории выиграть что-то персонально. Я говорю не о персональных выигрышах, а о выигрышах для Армении. Какая-то масштабная западная помощь, я думаю, что она маловероятна. Во-первых, очень много все-таки у Соединенных Штатов и Европейского Союза занимает сейчас Украина. Во-вторых, все равно непонятно, в чем выигрыш. Ведь разрыв с Россией – это не только выход из ДКБ, выход из посторонних союзнических отношений, но еще и, например, введение санкций в отношении России. Если мы посмотрим, как на протяжении всего 22-го и значительной части 23-го года выкручивали руки Грузии по поводу того, что она должна вводить дополнительные санкции против России, ну, вы видите, какой экономический эффект это может иметь. А санкции против России плюс Евразийский экономический союз, я как-то не уверен, что это будет работать. Потому что, ну, видите, в Казахстане тоже заявляют, причем на очень высоком уровне, что соблюдают санкции и прочее, прочее, прочее. На самом деле, их, конечно, не соблюдают. И там американцы работают с людьми, в том числе и персонально, с тем, чтобы торговля с Россией не велась. Вот. Но при этом, при этом все равно торговля с Казахстаном растет, и на самом деле, конечно, санкции обходятся. Я боюсь, что Армения, если она хочет получить какую-то дружбу с Западом, нужно будет совершенно искренне прекращать и торговые отношения с Россией тоже. И по-прежнему мне непонятно, зачем это делается. Даже если Армения не удалит Реналу ДКБ, очевидно, не удалит Реналу ДКБ, то зачем раз в несколько недель об этом громко говорить? Если вы хотите что-то поменять, то для этого нужна дипломатия, а не разговоры с прессой. Разговоры с прессой здесь ни к чему не ведут. Они портят отношения, они портят эмоциональный фон между Москвой и Ереваном, но ровно не решают ни одной задачи, которая стоит перед Арменией. Ну, это дело Григоряна, что он журналистам говорит. Я свою задачу вижу только в том, чтобы оценить это как международное. Ну, смотрите, опыт постсоветских стран, той же Украины, Грузии времен Саакашвили показывает, что зачастую политические решения принимаются без учета экономических последствий. Тогда же тоже казалось, что экономика и другие вопросы, даже вопрос безопасности требует другой политики, другого поведения. Но мы видели, что был четкий курс на разрыв. Поэтому я с вами согласен, что выгоды в этом нет для страны. Но зачастую решения принимаются с учетом не того, будет ли это выгодно стране или нет. В этом смысле Грузия очень интересный пример. Потому что в 2000-х она принимала политические решения, исходя из своих политических целей, своих политических взглядов и невзирая на экономические последствия. А вот в 22-м году, в 23-м, она принимает политические решения, исходя из экономической целесообразности тоже. Это очень любопытно. На самом деле это к вопросу о том, что из опыта постсоветские политические элиты иногда умеют извлекать какие-то, делать какие-то стратегические выводы. И при этом на самом деле совершенно необязательно, чтобы и негативные, и чтобы все повторили один и тот же негативный опыт. Учиться можно и на чужих ошибках. Большое спасибо. У нас в гостях был известный российский эксперт по региону Южного Кавказа Николай Силавин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова